канал гит и класс с вами андрей щетников и я хочу завершить серию роликов о том куда исчезла энергия конденсатора или куда исчезла энергия пружины эти ролики вызвали неожиданную и жесточайшую полемику если кто их не смотрел смотрит вот этот ролик то я рекомендую сначала те ролики посмотреть вот на них ссылка и ссылка будет в описании ролика на ю тубе ну и посмотрев на эту полемику значит я тоже сделал кое-какие свои выводы или одним из этих выводов хочу с вами поделиться вот мне видится что в ситуации парадоксальной легче может как сказать выплывают понимают анализируют ситуацию те кто начинает не просто писать формулы что-то там формулах пытаться углядеть может с формулами тоже надо уметь обращаться правильно но скорее варьировать сам предмет который мы обсуждаем там у нас был один конденсатор заряженный мы его разряжали на такой же но не заряженный разумные люди говорят ну а что будет если у нас вообще вот конденсаторы один заряжен и другой заряжен до такого заряда только вот здесь у нас плюс а здесь минус и мы возьмем их и и вот так перемкнем а что в этой ситуации будет но ясно что в итоге этот плюс компенсируется с этим минусом и конденсаторы вообще будут где-то там после того как завершаться переходные процессы будут не заряженными ну или вообще можно вот это вот все не рисовать а спрашивать себя ну хорошо а если один конденсатор вот так сам на себя замкну что будет дальше происходить понятно что он будет разряжаться минусы если хотите электроны здесь видеть перебегут и скомпенсируют вот эти плюсы недостаток но это все произойдет в результате переходного процесса а сначала надо сказать что может произойти все мгновенно в реальности все происходит не на схеме на схеме мы изображили некий элемент ну вот если точно говорить емкостной элемент а конденсатор он где-то в реальности вот здесь емкостной элемент у него есть одна единственная характеристика это его емкость а конденсаторы много чего есть ну у емкостного элемента нету например значит это самое нету никакого расстояния между определенного расстояния между его пластинами и нету никакой определенной площади пластин это все для него неважно для него важна только его емкость а вот настоящего конденсатора все это есть и много здесь еще чего у него есть есть размеры есть его конкретное устройство надо отличать одно от другого потому что ну можно по-разному сказать можно сказать что схема есть упрощенное изображение реального конденсатора а можно сказать наоборот что реальный конденсатор есть такое усложненное так сказать отягощенное материальными обстоятельствами воплощение идеального емкостного элемента в разных ситуациях наверное так и так можно на это дело смотреть ну и так когда мы его не заряжал но я себе это представлю когда мы замыкаем и разряжаем конденсатор сам на себя в течение какого-то времени происходит его значит так сказать разрядка а чем это время определяется определяется это время тем какого какого сопротивление этой цепи ну и чтобы изобразить это сопротивление мы сюда вставляем самый ну опять же не резистор а такой как это активное сопротивление тоже такой идеальный элемент с каким-то вот приписываемым сопротивлением можно значит и значит у нас соответственно величины c и r в этой рц цепочки определяют за какое время произойдет разрядка а еще разрядка может произойти ну как бы вот был заряд раз стек ну и никаких колебаний не было но в принципе возможная ситуация с колебаниями когда значит заряд перебежал сюда перебежал сюда снова перебежал сюда при этом эти колебания затухающие из-за наличия активного сопротивления ну и период таких колебаний у нас уже будет определяться тем что у нашей цепи есть еще и индуктивность давайте мы сюда рисуем опять же это не обязательно катушка индуктивности потому что ну вот у этого витка и и у этих значит там пластин у них уже какая-то индуктивность имеется ну а вывод наш главный состоит все-таки в том что нужно отличать сказать реальные физические объекты и их идеализированное представление на принципиальной схеме некоторые вопросы мы можем решить ну непосредственно на схеме как она дана а в некоторых случаях нам надо схему усложнять чтобы она более близка была к реальности но бессмысленно требовать от реальности чтобы она в точности совпадала со схемой схема всегда отличается от реальности а реальность от схемы также как карта отличается от местности это ровно та же самая ситуация ну и будет здорово если мы это будем понимать с вами и в разных ситуациях этим пользоваться и об этом помнить так что я эту серию заканчиваю и спасибо вам за внимание